Прошло же вот один тренировочный день, как он тебе? Отлично. Ну, не тренировочный, просто дали тесты, чтобы посмотреть, кто на что способен, наверное. Подобрать веса, ну, в будущем, наверное, всё. Тяжело было? Да нет, тестов было немного пока что, но есть вторая зелёнка, наверное, там будет уже тяжелее. Но из-за жары тяжеловато, а так неплохо. Как вообще? Есть какие-то лайфхаки, как справиться с такой температурой? Или просто перетерпеть? Дома сидеть с вентилятором. Ты в команде МХЛ. Стал для тебя неожиданным с учётом того, что ты по рождению не белорус? Что именно? Что в команде? Что в белорусскую команду, да, позвали. Да, не особо, наверное, потому что я здесь уже несколько лет, получается, 4 года. И, ну, то, что позвали, приятно, как бы я не знал, позовут, не позовут, всё равно есть возможность, чтобы и не позвали. Поэтому вот так. Вообще у тебя предыдущий сезон, насколько сам остался с ним доволен? Насколько всё пошло? Который в зубрах высшей лиги? Да, и который вылился потом приглашением в национальную сборную молодёжную. Ну, конечно, доволен. Ну, хотя в начале сезона было не очень. Много болел. Но у нас было много человек с 4 года, а там лимит высшей лиги. И поэтому я даже не все игры играл. Но потом как-то разыгрался и уже вылилось в то, что есть. Как тебе чемпионство минских зубров? Приятно. Тяжело было? Да, но мы обещали тренеру, что выиграем. Что вам потом тренер за это в раздевалке? Что говорил? Сказал спасибо. Если говорить про сборную Беларуси, тоже насколько это тебе было неожиданно? Особенно в националку заехать? Ну, было очень неожиданно. Я думал, что... Ну, меня приглашали на сборы в У-18. С Андреем Александровичем как раз. Отработал с ними месяц и потом поехал в свою команду. Не знаю, почему не взяли. Может быть и за паспорт, может потому что слабый. И поэтому... Ну, то есть в сборной был. Сейчас сделаем паспорт уже и для национальной, чтобы играть мог на официальных турнирах. Ну, тем не менее, знаешь, такой националка, сразу такой уровень, не стремно было? Да нет. Не знаю, я, наверное, уже свое отбоялся, когда я в экстралигии первый матч играл. Когда, ну, арена была большая, много народа было. Тогда было, да, мандраж был. А сейчас уже я даже особо не задумывался об этом. Тем более вышел только на 12-й минуте первый раз. Уже свое отсидел и боялся. По МХЛ еще чуть-чуть. Как-то... Ну, ты как парень российский, наверное, чуть больше знаешь про лигу, про команды? Нет. Или все-таки это тоже для тебя пока не совсем понятная материя? Ну, для меня в первый раз это будет, потому что я же уехал еще совсем молодым, получается, здесь давно, и приехал я в школу динамовскую. Поэтому я играл по четвертому году, потом юниорка, потом высшая лига, и вот, ну, в МХЛ никогда не играл. То есть, ну, примерно понимаю уровень, потому что играли за У-20, и там было много парней с МХЛ. Но, наверное, он будет примерно такой же. Не знаю, не загадываю. Как думаешь, что может быть тяжелее всего? Ну, Андрей Александрович говорил, что переезды. Тоже слышал мнение, что, возможно, ребята там более-таки мастеровитые, чем... Нет, наверное, самый тяжелый будет тренировочный процесс с Андреем Александровичем. Зал, подготовка, предсезонка, наверное, это самое тяжелое. А потом будем играть уже на энтузиазме, и думаю, что это получится у нас. Вообще готов к таким переездам далеким? Я, да, мне, в принципе, это привычно. Я живу в Россию, езжу к родителям, у меня все там живут. И бывало такое, что приехал, в один день я уехал, и, то есть, я так, ну, уже привык к этому. Чем заниматься в долгих дорогах? Я всегда сплю. Мы ехали один раз 16 часов в Морозово, и я часов 10, наверное, из этого проспал просто, и все. А сейчас, ну, опять же, пока у тебя белорусского паспорта нет, у гражданства нет, учуствуешь, что к тебе чуть больше требований предъявляет тренерский штаб? Или пока еще сложно что-то сказать вообще о требованиях? Да нет, я думаю, тут паспорт-то ни при чем. Требования, я думаю, ко всем одинаковые. Но, тем не менее, российские ребята есть на просмотре. Кстати, вот успели уже с ними как-то законтачиться? Да нет, не особо. Пока еще знакомимся со всеми. Хотя с большей частью знакомы уже все-таки встречались. И, ну, не знаю, пока еще.